Молодые, энергичные, мытанакированные и инициативные, именно таки активисты Белорусского Республиканского Союза молодцы, уже не первый год працуют на полях одного из передовых предприемств у нашего региона Уксу Брылёва. Всё лето тут заденечено одразу два студентских отрада. Один на уборце садовины, інший у цеху по перапраццу цыгароднины. Кожный удельник сельско-господарчего отрада у такой працы знаходит свой особистый интерес. В целом же для господарки это отчувальная допомога. В летний сезон у нас возникает напряжённая ситуация по уборке урожая. И мы с удовольствием встречаем молодёжь у нас на производстве. Хочу сказать, что с каждым годом дети отличаются таким больше порывом поработать, более дисциплинированные, есть стремление заработать. Уборка огородненных культур справа процаёмка, однако посильная, признаются удельники сельско-господарчих отрадов. Что день на полях господарки молодые люди в возрасте 16-18 годов проводят прикладно по 7 годин. Проца кожного з'их оценивается индивидуально. Чим больше урожая сберешь, тем больше заробишь. Дальше за месяц на сборы садовины можно заробить 300-400 рублёв. На перапраццу цыгароднины парадку 500. Однако, как показывая практика, грошовый эквивалент вабить молодь до працы у меньшей ступени. Я работаю здесь второй год, меня всё устраивает, коллектив хороший, рад, что принимают на работу. Мне нравится, что я могу сам зарабатывать на свои какие-то нужды. У меня здесь работает папа, и я рад, что я могу как-то помочь этому хозяйству, этому саду. Третий год запор гостина примает на своей территории представников студентских отрадов БРСМ и Гомельский палацево-парковый ансамбль. Зараз над подтриманием парадку без того догледженной парковой зоны тут по три с половой годины в день працуют подлетки в возрасте 14-16 годов. Они складают отрады экологичной накированости, займаются прополкой, тротуарного покрытия от травы, уборкой опалы листоты и иншей подобной посильной працей. Я решил провести это лето с пользой. Так как у нас очень красивый парк, я решил со своими одногруппниками, что мы должны помочь сделать его красивее. Но еще и приятно, что за это заплатят. Праца в этом экологичном отраде дозволит неполнолетним не только заработать гроши, а и допоможен им научиться шановать и берегчу природу. Ребята с большим энтузиазмом принимают участие в поддержании порядка в нашем парке, который является жемчужиной нашего города. И это очень положительный момент, на мой взгляд, в воспитании нашей молодежи. У целом же селета на гомешине у студентских отрадов БРСМ заденечено больше 7 тысяч человек. Они працуют у сельско-господарчей, медицинской, будовничной, педагогичной, экологичной и сервисной галине. Открытием этого года стал археологичный доброохотницкий отрад, у дельники якого вели раскопки на территории Речицкого района. Дальше, все роды наибольшие потребованы на прамках, что от сельско-господарчей и сервисной. Что тыжаться месячной заработной платы в студентских отрадах, и она варьируется от 150 до 600 белорусских рублев. Меж тем, окрами областно заробленных грошей по выниках летнего працованного семестра, для левших в своей справе будут предугледжены приемные сюрпризы от Гомельского областного комитета БРСМ. В этом году у Гомельской областной организации БРСМ проводится конкурс в объективе студотряд. Каждую неделю просим, чтобы нам присылали различные фотографии ребят, которые в студотрядах. Лучшие фотографии, которые наберут наибольшее максимальное количество голосов путем интернет-голосования, будут награждены специальными призами, подарками, преподведением конкурса «Трудовой семестр-2016». Вероника Ворошилина, Максим Славин, Теллер, Радоакомпания «Гомель».